Всем привет! Вас приветствует развлекательный канал VideoChannel47. Меня зовут Влад и сегодня мы начинаем новое прохождение игры под названием Tiny Bang Story. Или же на русском языке это будет звучать как теория крошечного взрыва. И собственно игра выпущена в 2011 году от компании Calibri Games. Ну и давайте начнем прохождение данной игры. Эта игра так скажем построена на собирании различных предметов и разных других головоломок. Возможно это не квест, но это что-то похожее на квест. Поэтому эта игра немножко отличается от тех же квестов. Так, для начала мы должны собрать Некоторые, так скажем, части мозаики. Или же пазлы. Но также нам нужно собрать ручки для того, чтобы сделать лестницу. Так, здесь у нас тоже имеются пазлы и ручки. Так, давайте-ка еще одну ручку найдем и мы уже сможем подняться наверх. Так, давайте-ка еще одну ручки для того, чтобы сделать лестницу. И где же у нас еще одна ручка? Да, возможно, я ее, конечно, пропустил. Но давайте попробуем найти ее. Так, здесь нам нужно ввести код, ну а мы поднимемся наверх. Я думаю, она где-то здесь находится. И давайте ее здесь искать. Ладно, давайте сначала мы вот этой вот, так скажем, головоломкой займемся. Но затем уже мы вернемся к собиранию ручек. А здесь нам просто нужно найти одинаковые цифры. 7, 1, 3. Так, спускаемся вниз. Так, 7. Вот, один и тройку. Так, вот и одна ручка, которую мы не могли найти. Так, давайте еще одну головоломку выполним. Но чтобы ее выполнить, нам нужно найти 9 лампочек. Так, давайте сюда заглянем. Ну нет, здесь явно нет лампочек. Ну и давайте отправимся наверх. Так, вот я уже одну вижу. Так, ручки мы ставим вот сюда. И теперь мы уже можем подняться наверх. Так, здесь явно не то, что нам нужно. Ну и идем еще выше. Так, вот пазл. А для того, чтобы открыть сундук, нам нужен ключ. Так, ну и давайте пока пособираем пазлов. Немножко и других вкусностей, так скажем. Мы тоже можем пособирать здесь. И давайте этим займемся. Так, вот еще пазлы. Здесь и лампочки у нас есть. В изобилии. И также вот еще одна лампочка сверху. Но нам нужно выполнить главный квест, так скажем. Найти вот эти вот бутылочки. А точнее 25 таких бутылок. Ну игра сама по себе довольно-таки интересная. И может занять у вас, ну на прохождение вообще всей игры, ну буквально 2-3 часа требуется. Поэтому много времени эта игра не займет. Это очевидно. Так, ну и нам остается буквально 15 вот таких вот банок. А в которых находятся куски картины, если я не ошибаюсь. Вот, собственно, буквально 5 таких вот банок. Их банок нам остается найти колб, так скажем. Ну и нам уже даже чуть меньше их остается найти. Уже даже 3 штуки. Ну и давайте искать их. Уже 2 и последний. Да, уже последнюю. Так, этот квест мы выполнили. Давайте отправимся вот сюда. Здесь я лампочку видел. И видел я здесь пазл. Так, давайте собирать эту картину. Для начала, я думаю, лучше будет вот это все дело, так скажем. По углам распределить, так как это будет, ну, наверное, очень рационально, так скажем. Ну и, конечно, уберет некоторые части лишние. Так, вот. Это вниз. И буквально один угол нам остается. Так, давайте. Попробуем это все собрать воедино. Вроде бы это не так трудно, но... А с другой стороны, это тоже довольно-таки кропотливый процесс. И занимает он очень много времени. Так, вот этот вот кусок, он будет вот здесь. Так, сверху у нас будет этот кусок. Так. Вот, есть контакт. Ну и нам... Уже намного легче это все собирать. А потому что уже многие части мы собрали. Так, вот. Есть контакт. И буквально некоторые части нам остается сложить. Это вот сюда, к шляпе. Вот еще кусок шляпы. Так, и буквально уже центр картины нам остается выложить, так скажем. Ну и мы сейчас этим займемся. А, все. Да, выполнили мы это задание. Оно было нелегкое. Но мы это сделали. Так, у нас теперь есть ключ. Открываем этот сундук. И здесь у нас некоторые пазлы. Также у нас здесь есть тот самый ключ. Который нам пригодится. Да, действительно, нам еще нужно найти одну лампочку. А где она, я не знаю. Поэтому давайте искать. Так, где же может быть эта лампочка? Вот, собственно, и эта лампочка. Так, давайте вставим лампочки вот сюда. И теперь попробуем выполнить еще один маленький квест. Который, я думаю, мы выполним на ура. Так. Вот, хорошо. Ну, мы это сделали. И теперь мы можем направить наш паровоз в правильном направлении. Попробуем отвинтить эти болты. Так, это мы сделали. Ну, и нам нужно теперь взять, так скажем, 7 труп найти. И 7 шестеренок. И 8 труп. Так, третья. Вот, и четвертая. Но, я думаю, здесь есть еще одна шестеренка. Вот она. Мы ее тоже забираем. Так, здесь у нас еще одна есть шестеренка. Также здесь есть вот труба. И еще одна шестеренка. А коих нам осталось найти даже уже целую одну шестеренку. Ну, и 5 труп, конечно, найти нам нужно. Так, и давайте здесь еще посмотрим. А вот одна труба. И нам буквально остается одна шестеренка и одна труба. Так, вот одна шестеренка. И теперь мы уже их всех нашли. Так, скажем, но остается одна труба, которую мы будем искать. То есть, эта труба, вот она. Ну, и теперь давайте отправимся вниз. А еще ниже и здесь у нас вот в этот аппарат мы вставим трубы. Дабы он работал. Так, зайдем вот сюда. И соберем все составные части нашего паровоза. Так, давайте еще переднее стекло вставим. Вот такую вот ерунду и... Я думаю, практически уже все. Буквально некоторые детали нам остаются. Ну, а это уже мелочи. Так, ну вот, собственно, и все. Ну, а теперь мы будем собирать с вами фрагмент мозаики или пазлов. Фрагмент мозаики или пазлов. Так, поехали. Так, поехали. Пазл он встанет куда-то вот сюда. Скорее всего. Так, наверное, вот сюда. Так, давайте этот пазл вот сюда. Этот вот так. Затем вот сюда вот. Вот. Ну, и, собственно, на этом первую серию мы закончим. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Ну, и, конечно, ждите продолжения. Ну, а на этом все. До новых встреч на развлекательном канале VideoChannel47. Всем удачи. Всем пока.